Де-факто на телеканале Беларусь 4 криминальное событие и происшествие этой недели в материалах наших корреспондентов. Брат жестоко убил брат, а следователи подозревают гомельчанина в тяжком преступлении. Наркотики как угроза генофонду страны. Кто убережет от них молодежь, что сделано и как ответить новым вызовам. Экзамен для настоящих мужчин. Сотрудники милиции прошли испытания на право носить черные береты. Атмосферу борьбы и воли к победе прочувствовала Вероника Гомзюкова. О задачах и специфике работы отряда милиции особого назначения расскажет начальник гомельского ОМОНа Михаил Домарнацкий. И начнем, как обычно, с обзора происшествий в Гомельской области за неделю. В октябрьском РОВД нетрезвый водитель попытался дать взятку сотруднику ГАИ. Вопрос о решении не привлекать его к административной ответственности мужчина оценил в 20 рублей. Деньги водитель положил прямо на стол в служебном кабинете инспектора. Предупреждения о том, что беседа записывается на регистратор, на нарушителя не подействовали. В итоге, вместо одного протокола на мужчину составили два. За управление авто в состоянии алкогольного опьянения и дачу взятки должностному лицу при исполнении. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле дебошир на Мерседесе разбил окно водителю Ауди. Со словами «Ты не умеешь ездить» он подошел к автомобилисту и раскрошил боковое стекло кулаком. Осколки нанесли водителю Ауди порезы лица. Кроме того, испугались его дети, которые находились на заднем сидении машины. Со слов пострадавшего, перед тем, как распустить кулаки, водитель Мерседеса его подрезал и опасно тормозил перед машиной. Потерпевший обратился в милицию и зафиксировал травмы. В Гомеле спасли курильщика. Пожарные вынесли его из горящей комнаты общежития. Потребовалась и эвакуация соседей. В общежитии на улице Бориса Царикова в одной из комнат на девятом этаже загорелись постельные принадлежности. Как сообщили в МЧС, по всей видимости, мужчина курил в кровати. В Будокошелевском районе горел гараж, а вместе с ним и автомобиль. Возгорание произошло в поселке Боровое ляда. Огонь уничтожил имущество внутри гаража и Volkswagen Passat. Пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования. Та же причина и в Октябрьском районе, где горел автомобиль. Спасатели довольно оперативно прибыли на место происшествия и успели потушить авто, не допустив открытого горения. Пожарные вскрыли капот и ликвидировали пламя в моторном отсеке. Автомобиль Opel Sintra 1997 года выпуска еще можно будет восстановить. Следователи передали в суд уголовное дело иностранного студента, напавшего в марте этого года на 23-летнюю гомельчанку. Девушка сдавала парню квартиру, но тот в какой-то момент решил не платить ей аренду и спланировал нападение. Случилось это на улице Новопорецкой. Студент пригласил хозяйку квартиры навстречу. Они долго просидели в его автомобиле, ожидая деньги, которые якобы должен был принести знакомый квартиросъемщика. Но это был обман. Примерно через час парень набросился на девушку с ножом и нанес ей удар в область шеи. Спасая свою жизнь, та выскочила из автомобиля. Но налетчик догнал ее и нанес еще более 20 ударов. После этого иностранца задержали. На минувшей неделе его дело передали в суд. Потерпевшая прошла курс лечения и пошла на поправку. В Гомеле по подозрению в убийстве 38-летнего гомельчанина, который с августа этого года числился без вести пропавшим, задержан его родной 42-летний брат. Совместно с сотрудниками милиции и экспертами следователи провели осмотр предполагаемого места совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки предположительно потерпевшего. Назначено проведение ряда экспертных исследований. Опасность наркотиков заключается не только в причинении вреда здоровью. Это скрытое уничтожение генофонда страны. В Беларуси были предприняты конкретные шаги по пресечению распространения и употребления наркотических средств. Главой государства в 2014 году подписан декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков. Результат – снижение числа приговоров, вынесенных по наркотической статье. Однако проблема наркомании среди молодежи полностью не решена и сегодня остро стоит на повестке дня. Проблема наркомании актуальна для всего мира. Беларусь и Гомельская область, к сожалению, не стали исключением. Подавляющее большинство употребляющих наркотики – свыше 80%. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Но все чаще к наркотикам приобщаются дети. За 9 месяцев текущего года в Гомельской области 13 подростков совершили 14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 7 несовершеннолетних занимались продажей. В большинстве случаев первую дозу наркотика подросток обычно принимает в компании друзей, на дискотеке, в клубе и даже в школе. И делает это он преимущественно из любопытства. Первый раз – это уже шаг в ловушку. И те, которые оказались в этой ловушке, то есть уже находятся в этой наркотической зависимости, и думали в свое время, что жизнь их будет прекрасна, наверное, если спросить у них, то они откровенно расскажут о том, что жизнь у них сейчас разрушена, тело разрушено, то есть никакой жизни и никакого будущего. Часто причиной развития зависимости у подростка является его дружба с ровесниками, имеющими опыт наркоманской жизни. Ребенку, имеющему трудности в общении с родными, кажется, что друзья-наркоманы их отлично понимают и вместе с наркотиками могут заменить ему семью и школу. Родители тем временем либо не замечают нависшую угрозу, либо сознательно ее игнорируют и самоустраняются. Согласно сведениям Управления внутренних дел, некоторые подростки позволяли себе употреблять наркотические средства дома, до того, как родители возвращались с работы, ну и родители, когда приходили, возвращались, они почему-то не обращали внимания на то, что данное происходило у них дома. Кроме внимания родителей, большое значение в профилактике подростковой наркомании имеет влияние педагогов и других субъектов профилактики, ведь молодежь надо вовремя остановить и дать понять, что наркомания – путь к вымиранию. Зависимость легче не допустить, чем потом долгое время пытаться от нее избавиться. На что можно обратить внимание при подозрении, что ребенок употребляет наркотические вещества? Это, конечно же, изменение поведения, изменение поведения дома, в школе, появление сомнительных компаний, это стремление подростка к уединению, какие-то разговоры, может быть, по телефону, непонятные слова. Мы говорим о том родителям, что должен быть сегодня и контроль денежных средств. Сегодня не секрет, что и школьник, и учащийся лицея колледжа имеют какие-то карманные деньги. Так вот, задача родителей – проконтролировать, на что тратятся эти деньги, а также обратить внимание, если же появляются какие-то лишние деньги. Но работа в этом направлении не заканчивается только выявлением, привлечением к ответственности и лечением наркозависимых людей. Поставка дурмана в страну – оборотная сторона медали. Таможенные органы в этом году пресекли ввоз на территорию Беларуси 650 килограммов наркотических средств. В рамках проведения специального комплексного мероприятия «МАК» в области уничтожено 92 тонны дикорастущей конопли на площади 68 гектаров. Сотрудники Гомельского наркоконтроля пресекли деятельность двух каналов сбыта наркотических и психотропных веществ. Закрыт ряд специфических интернет-магазинов. Изъято 17 килограмм наркотиков. Удалось установить цепочку распространения психотропного вещества альфа-ПВП и изъять 400 граммов. Этот психотроп, по информации Государственного комитета судебных экспертиз, крайне опасен и является наиболее частым синтетическим веществом, изъимаемым из нелегального оборота. Распространять их в малых дозах часто берутся обычные нормальные люди. Этот арестованный мужчина, как и многие другие, повелся на большие деньги. Было тяжелое материальное положение в связи с тем, что забили у меня жена. И искал работу в интернете. И наткнулся на объявление. Зашел на сайт и начал работать на магазине. А ведь часто в таких случаях страдает не только сам наркозбытчик, но и его близкие родственники. Семья приходит в ужас, когда узнает о тайне родного человека. Если это ребенок, то почти все родители сначала отказываются верить в происходящее, но с реальностью в таких случаях уже ничего поделать нельзя. Честно говоря, для нас это был шок. Никто никогда даже подумать не мог, что это могло произойти именно в нашей семье. Поэтому как-то реакция была такая неоднозначная, смутная. Никто не понимал, что происходит. И вообще с нами это или не с нами. В этом году зарегистрировано несколько случаев передозировок. Последний произошел в минувшую субботу, 5 октября в Гомеле. В больницу скорой медицинской помощи с места жительства доставлен неработающий 35-летний мужчина. Находился он без сознания. Диагноз – острое бытовое отравление неизвестными психоактивными веществами. Печальная статистика все же заставляет некоторых задуматься, но ни подростки, ни их родители порой не знают, что делать и как правильно поступить. Если родители подозывают в том, что их ребенок употребляет наркотические вещества, они могут спокойно обратиться на интернет-сайт promovu.by, где специалисты окажут психологическую помощь, расскажут об ответственности, а также помогут выйти из сложившейся ситуации. Проблема наркомании в целом для Гомельщины не надумана. По данным областного диспансера, на профилактическом наркологическом учете состоит 1177 человек. Чуть меньше половины – с синдромом зависимости. Только благодаря проделанной большой профработе в этой половине нет несовершеннолетних. И хочется надеяться, что не будет никогда. Выносливость, мужество и стойкость. Сотрудники органов внутренних дел и других силовых ведомств прошли испытания на право ношения символа милицейского спецназа – черного берета. К экзамену было допущено 9 сотрудников – 6 из ОМОНа, 2 милиционера патрульно-постовой службы, к слову, победители республиканского конкурса ППСМ, и представители войсковой части 1242. Подробности в материале Вероники Гамзюковой. Специальные испытания среди сотрудников органов внутренних дел на право ношения черного берета проводятся каждые полгода. Нынешние соревнования посвящены дню формирования отряда милиции особого назначения МВД. На осеннюю квалификацию подали заявки 9 претендентов. Представители отряда милиции особого назначения патрульно-постовой службы и войсковой части 1242. Двое из них не прошли первый этап испытаний – физическую и медицинскую подготовку. На основной этап – марш-бросок по пересеченной местности, стрельбу и контактные бои – прибыли 7 бойцов. Сильно страшно переживаем, волнуемся, готовились. Да, долго готовились к этому. Блин, ну, волнуемся, сильно волнуемся. Волнение присутствует, а так все нормально. Это очень важно. Серьезная задача – доказать что-то себе, что ты можешь, что ты способен на это. Я бы больше сказал, это какой-то пунктик в жизни. Бойцов ждал кросс длиной 8,5 километров. Для забега традиционно используется трасса к стрельбищу в районе деревни Борщовка Речицкого района. Бежать по правилам необходимо с автоматами газо-дымовой защитой. На пути – так называемые ловушки. Это участки с огневыми преградами. Отвлекали внимание бойцов и усложняли ситуацию, взрывы и выстрелы с разных сторон. Претендентам приходилось занимать круговую оборону, ползти в противогазах, едком дыму от шашек, пробираться через реальный бурелом, запрыгивать в глубокие окопы и преодолевать сходу дымящиеся от взрывов рвы. Двое бойцов марш-бросок пройти не смогли. Обычно причиной для признания поражения считается большое отставание на маршруте. Здесь уже есть сотрудники, которые по два-три раза сдают. Были, которые еще и больше сдают. Но, как правило, из 100% говорить, то процентов 30 только доходят до испытания. Здесь надо все уметь, знать. Главное – целеустремленность их. И тогда все будет нормально. Следующий экзамен – стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. На стрелковом рубеже расчет на то, что человек вымытался, и бойцу потребуется дополнительная концентрация. Оружие необходимо было собрать, зарядить, произвести прицельную стрельбу по ростовым фигурам и обязательно поразить каждую из них в ограниченное время. Но все справляются с поставленной задачей. В марш-броске приняли участие семь бойцов из девяти. До финального этапа рукопашных боев дошли всего пять. Сейчас им предстоит выйти на ринг и сразиться друг против друга. А затем два раунда против бойцов ОМОНа. Каждый из бойцов должен выстоять всего девять минут. Однако не все так просто, как может показаться. На импровизированный земляной ринг выходили не просто действующие сотрудники ОМОН, а чемпионы и призеры различных видов соревнований по рукопашному бою. Один из победителей Дмитрий Ермаков еще не осознает, что отстоял свой заветный черный берет. Это его вторая попытка пройти экзамен. Говорит, что самое сложное для него преодолеть первые два километра марш-броска. Для меня было важно сдать, потому что я уже раз пробовал, уже раз не сдал, работаю в отряде, а это наш головной убор. И мне очень хотелось на него сдать, но сейчас в итоге получилось, и он сдал. Было сложно, потому что уже марш за спиной, уже физподготовку, которую мы сдали, уже очень усталость сказывалась на этом. Ну вот последние уже секунд 30 было, вообще уже сил не было, но достоял уже на последних силах. Еще один победитель Дмитрий Макаров говорит, что прошел экзамен благодаря поддержке коллег и друзей. Во время одного из боев у него появлялись мысли сдаться, но в последний момент он не только собрался силами, но и выстоял два боя. Я доказал себе, что я могу, потому что это не очень, это очень, точнее, непросто. Прошлый раз был марш, сошел где-то на половине марша, порвался противогаз, задохнулся в этих газах, ну, в дымах. Ну, подготовился лучше, вот его сдал. Из рук руководителя черные береты получили милиционеры отряда милиции особого назначения. Сержанты милиции Дмитрий Макаров, Николай Бондаренко, Максим Кужельный, младший сержант милиции Дмитрий Ермаков и прапорщик войсковой части 1242 Михаил Гарбузов. Теперь победители испытания могут по праву считаться элитой милиции и даже помогать тренироваться тем, кто может и больше времени служит, но пока не имеет черного берета. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Де Факто». Они выполняют ту работу, без которой, в принципе, невозможно себе представить мощь правоохранительной системы. Они ее лицо, гордость и средства силового противостояния преступности. Отряд милиции особого назначения зачастую остается в тени, но именно этим подразделением производится задержание наркоторговцев, вооруженных групп преступников, бандитских формирований, обеспечивается охрана мест массового скопления людей. О работе ОМОНа поговорим с командиром отряда милиции особого назначения Управления внутренних дел Гомельского обл. сполкома Михаилом Домарнацким. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вот из сюжета мы видели, чего стоит вообще сдача на черный берет. Каких вообще навыков требует, скажем так, это испытание? Первое, конечно, моральные качества сотрудника, физическая подготовка, как он к этому настроен, целеустремление его, его желание служить в этом подразделении, ну и добиться права ношения черного берета. Какой это дает статус сотруднику, который прошел с успехом это испытание? Ну, сотрудники и так являются сотрудниками ОМОН, но после получения головного убора, черный берет, сотрудник уже имеет право ношения, форменного амбандирования, пятнистого камуфляжа и, естественно, этого головного убора. Ну и самое главное, после всех уже этих испытаний, вышеперечисленных, которые я сказал, прохождение всех стажировок, всего подготовительного материала, сотрудник самостоятельно имеет право нести службу на определенном участке местности, либо на маршруте патрулирования, либо при выполнении любой другой задачи. Сколько времени уходит на подготовку к этому испытанию любого из бойцов? Ну, обычно можно где-то пошутить и всю жизнь, потому что готовиться всегда надо и поддерживать себя в моральной и физической форме, но мы даем минимум 6 месяцев сотруднику, минимум 6 месяцев, которые он проходит обучение. Все остальное время он может заниматься самостоятельно. Те, кто проходил эти испытания, говорят, что главное выдержать вот этот марш-бросок. Если его выдержал, то дальше открывается второе дыхание. Я... Все правильно. Я даже больше скажу, не полностью, не 100%. Первые 2 километра, может быть, 3 километра, и вот тогда уже второе дыхание открывается, потому что поддержка ребят, которые бегут сзади, которые бегут по бокам, они обозначают все это, морально очень сильно вытягивают своих сослуживцев. И вот здесь и открывается это второе дыхание, так называемое. Поединок, который в конце, это такая закалка? Безусловно. Здесь нам надо посмотреть волю и характер бойца. Он уже и после такой физической нагрузки, он не может дать существенный отпор своим оппонентам, которые с ним в спарринг. Но самое главное, не повернуться спиной, не бросить перчатки, потому что в бою, да и на улице, чтобы не оставить товарища наедине с самим собой, либо наедине с явной угрозой, либо с преступником, конечно. Вот из сюжета мы видели, что в принципе не только бойцы силовых структур и специальных подразделений имеют право сдавать на черный берет. Я так понимаю, что и даже рядовые сотрудники милиции могут попробовать себя в этом испытании. Да, все правильно. Вы обратили внимание. В положении на квалификационные испытания на черный берет мы дали широкие полномочия, чтобы не только сотрудники спецподразделения, но и сотрудники органов внутренних дел и вообще силовых структур, погранкомитет, внутренние войска могли себя попробовать, реализовать. Но если успешно пройдут, то и рассматриваем этих сотрудников как кандидатов в ряды бойцов ОМОН. Какими качествами и, может быть, свойствами личности должен был быть человек, чтобы поступить к вам на службу и достойно представлять подразделение? Ну, качество – первая физическая подготовка, морально выдержан. И, вы знаете, есть такое понятие, такое качество – гиперактивность. Если человек гиперактивный, веселый, жизнерадостный, всегда на позитиве, то это очень приветствуется. Какие задачи сегодня стоят перед сотрудниками Гомельского ОМОНа? Первая задача – это охрана общественной безопасности и обеспечение общественной безопасности на территории города Гомеля, Гомельской области, при проведении культурно-зрелищных, массовых мероприятий, спортивных, религиозных мероприятий. Также обеспечение задач на маршрутах патрулирования. Ну, кроме охраны общественного порядка, есть же еще операции, специальные операции? Так точно. В выполнение специальных операций в наши задачи входит также и освобождение заложников, и силовая поддержка другим подразделениям силовому блоку. Ну, вот если выделить так, вот, может быть, наиболее часто, какие специальные операции приходится выполнять? Это связанные с незаконным оборотом наркотиков, может быть, с содержанием каких-то других там особых опасных приступов? Я так сильно разделить не могу, где больше, где меньше. Каждый день осуществляются выезды. Каждый выезд, он по-своему важен. И делить большей степени, меньшей степени не стоит. Но такого зла, как наркотики, у нас, конечно же, на территории города и нашей области много. И не секрет, я вам скажу, что, не побоюсь даже этого слова, ежедневно задерживаем такие преступления по выявлению, либо хранению, либо распространению наркотических средств. Знаю, что сотрудники ОМОНа должны владеть навыками альпинизма, ведь часто приходится, может быть, ну, не часто, а приходится выполнять задачи, связанные со спуском по многоэтажным домам. Тренируются ваши бойцы? Все верно. Но я вам хочу сказать, это не все сотрудники этим занимаются. И специфика, она своеобразная. И определенное количество людей, которые прошли обучение и которые проходят тренировочный процесс на нашем подразделении, в подразделениях МЧС и в городе Минске. Так что это не все выполняют эти задачи. Из последних успешных силовых операций, какие можете примеры привести? Примерно три недели назад на территории города Гомеля один молодой человек, 30 лет, удерживал медицинского работника в качестве заложника. Он вызвал бригаду скорой помощи, как потом стало известно. Ну и каким-то психическим расстройством решил удержать медицинского работника. Но уже по прибытию сотрудников ОМОНа буквально в считанные минуты было все обезврежено. Что нужно, чтобы поступить к вам на службу? После прохождения службы в вооруженных силах молодой человек может прийти в наше подразделение по адресу город Гомель, Борисенко, 12, где его встретят сотрудник кадрового аппарата, объяснит всю специфику службы, с ним поработает психолог. И после этого с кандидатом на службу начинаем работать по остальным критериям отбора. Карьерный рост какой-то возможен в вашем подразделении? Все возможно в нашем подразделении. И я хочу сказать, что все офицеры, весь командный состав выходцы из отряда милиции особого назначения. Михаил Александрович, я благодарю вас за конструктивный разговор, но и желаю успехов вам и вашим бойцам в вашем непростом, но очень важном деле. Спасибо большое. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. В Китае грузовик обрушил мост на легковые автомобили. Под путепроводом оказались погременными три машины. Спасатели не сразу смогли добраться до пострадавших. Бетонная конструкция обрушилась на дорожное полотно вечером, в момент наибольшей интенсивности движения. Поднимать ее прибыли несколько автокранов. Виновником инцидента стал водитель автопоезда, который перевозил около 187 тонн груза, чем явно превысил допустимую нагрузку на мост. После происшествия мужчина сбежал, теперь его разыскивает полиция Китая. В Нидерландах пятерку гребцов на лодке сбил сухогруз, который вошел в залив, где тренировались спортсмены по академической гребле. По непонятным причинам те стали пересекать траекторию движения судна и попали прямо под его носовую часть. В общем, все остались живы. После тарана спортсмены находились на плаву. Чего не скажешь про лодку, которая разломилась пополам и пошла ко дну. Эффектным получилось столкновение в России. На одной из дорог Рено наехал на Ладу. Та стала начинать движение и не уступила дорогу водителю иномарки. В итоге последний наехал на препятствие, и его машина перевернулась на крышу. Все живы, но для участников аварии инцидент явно не самый приятный. Пример того, чем может обернуться невнимательность на дороге. В штате Мэдисон США угнанный трал с экскаватором протаранил автомобили, стоявшие в пробке. За грузовиком была погоня. Угонщик не справился с управлением и подмял на своем пути семь автомобилей. Полиция задержала нарушителя. Некоторым из участников ДТП понадобилась помощь медиков. В Санкт-Петербурге автокран сорвался с тормоза. Покатился и свалился прямо на набережную. Машина пересекла улицу и рухнула кабиной вниз. Миллиметры отделили автомобиль от падения в реку. Водитель не пострадал, но автокрану предстоит серьезный ремонт. Пробил окно в парикмахерской. В Нью-Йорке олень вбежал в салон красоты и до смерти напугал его работников и посетителей. Животное буквально вломилось в парикмахерскую и зацепило копытами женщину, которая сидела на диване у окна. Секунд 15 олень бегал по салону, круша и сметая все на своем пути. А потом выбежал обратно в рабочий зал парикмахерской и устремился к выходу, протаранив рогами стеклянную дверь. В общем, хотел, наверное, подравнять рога, но в последний момент передумал. На сегодня все. Увидимся в это же время через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»